У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. В эфире и СГК, традиционно для отопительного сезона. Вопросы поступали в радиорубку и социальные сети, где транслировался эфир. Например, барнаульцев интересовало, почему в разных комнатах одной квартиры температура может отличаться и что с этим делать. Причин здесь может быть несколько. Это, во-первых, и регулировка, которую выполняют на элеваторном узле. Это так называемые в простонародье сопла и шайбы. Это могут быть отопительные приборы в квартире, скажем так, забитые, не новые. Все эти факторы, в конце концов, могут сказываться на разность температур в квартирах. Жаловаться на эту проблему, говорит Гросс, можно и самим энергетикам, и в управляющую компанию. Другая тема, которую затронули в ходе трансляции, тоже связана с температурой. В частности, с избытком подачи тепла при повышении температуры за окном и недостатком при резких похолоданиях. Советуем рассматривать вопрос об установке погодозависимой автоматики на домах. Это позволяет в автоматическом режиме внутри дома производить регулировку под температуру наружного воздуха. Под ТНВ вот так оперативно можно регулировать, ну только непосредственно на объектах, потому что вся общая городская сеть, она очень инертна. Также это позволит сэкономить деньги жильцов при оплате по квитанциям. При этом, по словам Холодкова, в крае действуют программы, по которым управляющие компании смогут вернуть деньги за установку оборудования. Но ответы были даны и на более острые вопросы. Один из них – срыв сроков подачи тепла на Павловском тракте. Но 23 сентября было обнаружено повреждение тепловой сети диаметром 150 мм. В связи с тем, что сеть достаточно глубоко расположена, и большой участок пришлось менять – 21 метр, запустить повторно удалось только 25 сентября. После этого, в течение всего отопительного сезона, нареканий на участке не возникало. В ходе эфира и после него ответы получили все слушатели и читатели, адресовавшие вопросы энергетикам. Следующая конференция по принципу открытости пройдет в начале отопительного сезона. Татьяна Голубева, Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова